В начале 20 века Николай II предпринял еще одну попытку радикальных перемен в стране. Его опорой стали Сергей Виктор и Георг Станберг. В 1906 году Россия принимала институцию европейского образца. Страна пережила мощный экономический подъем. Впервые в ее истории реформы привели к реальному улучшению жизни граждан. Подъем был стремительным, но недолго. Его оборвала первая мировая. В феврале 1917. Острый политический кризис, вызванный войной, заставил Николая II отречься от престола. Через полгода власть в стране взял Владимир Ленин и Вальшевкин. Началась гражданская война. Российская империя превратилась в СССР. Новые лидеры обещали сучной стране светлое и справедливое будущее, однако насилие стало главным политическим инструментом постреволюционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает точность. Несмотря на жестокие репрессии, люди поверили в лозунги большевиков, однократности и репрессии, скорую победу коммунизма во всем мире. Эта эпоха вошла в строю страны невиданным трудовым подъемом. Непрогазь, магнитка, покорение Арктики стали символом индустриализации. Люди готовы были идти на любую их жертву ради построения нового общества. Только не сломленные и уважающиеся люди могли победить в Великой Отечественной Второй Мировой войне. И победили, заплатив за мир такую цену, которую за победу в войне никто никогда не платил. Они вернулись домой победителями, но репрессии продолжались вплоть до смерти Сталина. Многие тысячи фронтовиков, которые оказались в плену, получили вместо наград «Сталинские войны». С именем Никиты Хрущева связана эпоха, которая вошла в строю, как «Оттик». Хрущев не был борцом с режимом, но именно он остановил массовое насилие над миром. В высшей в Сталинской системе он был не в состоянии превратить «Оттик» в реальное обновление Сталина. В 1964 году его отстранили от власти, она перешла к Леониду Брежневу. Страна служила в эпоху заспория. Следующий шанс на возвращение в цивилизованный мир страна получила более чем через 20 лет, когда к власти пришел новый партийный лидер Михаил Горбачев. Его усилиями рухнула Берлинская стена. Был поднят железный занавес. С именем Горбачева связана еще одна попытка вернуть страну на цивилизованный путь развития. Эта попытка была названа «перестройкой». Однако выяснилось, что система не поддается реформированию. Ее нельзя перестроить. Можно только сломать. В стране требовался лидер другого антима. Им стал президент России Борис Ельцин, который рискнул опереться не на личную власть, а на самостоятельный выбор граждан. Так началась история новой свободной России.